Рад приветствовать вас, дорогие зрители, рад приветствовать вас, друзья. Мы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Ранний вечер, 18 мая 2024 год. Мы с вами находимся в районе Крещенского парка. Вот это у нас улица Ленина, пресечение улицы Ленина с улицы Амелькова. Это у нас жилой комплекс «Горизонт». И вот у нас перед Крещенским парком храм. Здесь за предыдущий месяц была благоустроена аллея. Высажены цветочки, озеленение. Температура воздуха сейчас около плюс 17 градусов. В Анапе, наконец-таки, налаживается погода. Смотрите, как красиво здесь цветут розы. Красота какая. Вот эту розу, наверное, все нюхают. Ну да, немного так пахнет. Такой тонкий аромат. Красота. Ну, кроме роз, здесь, видите, некоторые другие цветочки. Нежный аромат такой роз. О, смотрите, любуйтесь. Сейчас розы в Анапе цветут на многих локациях. Ну, в том числе, видите, как красиво здесь получается. Вот, вот какая красота. Вот сколько роз. В ближайшие несколько дней в Анапе будет солнечная погода. Температура воздуха днем будет до плюс 25-26 градусов тени. Это значит, то, что вполне так себе дни будут пляжные. Ну, по крайней мере, загорать можно будет. С тем учетом, то, что ветра ожидается немного вот в эти солнечные дни. И, несмотря на то, что вода в море еще недостаточно прогрелась для купания, для комфортного купания, высота людей плюс 16-17 градусов, Я думаю, людей придет на пляж, на пляже Анапы достаточно много. Потому что загар. Людям нравится в мае загорать, когда еще нет чрезмерной жары. И, когда можно прийти, в любой час, ну, там, желательно, вообще, чуть ли не в пик солнечной активности, да, ну, чтобы пожарче было, вот, максимально пожарче. Ну, насколько это возможно при плюс 25 градусах в тени и позагорать. А вот летом, наоборот, в пик солнечной активности лучше избегать нахождения под прямыми солнечными лучами. Вот здесь, смотрите, у нас сегодня работает фонтан. Хорошая площадь, большое пространство. Вот некоторые люди говорят, что это за парк такой, критикуют. Да, что, типа, где большое обилие деревьев, почему здесь такая большая площадь. Ну, так правильно, это же как раз-таки площадь в пределах парка. Почему бы нет? Почему на парке, почему в парке не может быть площади? Вот там амфитеатр. По зрению с предыдущим разом, когда я приходил сюда делать обзор, видно то, что здесь многие работы уже завершены, которые еще месяц назад примерно проводились. Вот там, за забором, насколько я понимаю, это вроде как воскресная школа строится, что-то типа того. Посмотрите, как весело. Контактный фонтан. Вот здесь можно и пробегать, и проходить. Видите, напор струи уменьшается. Но, видимо, специально, наверное, в первую очередь для детей было сделано. Чтобы так было интересно веселиться. Вот и все, и все. Теперь уже можно перешагнуть. Здорово, да? Так, пойдемте посмотрим вот в эту часть. Там же у нас открылась большая детская площадка. Ну, прямо-таки самая большая на территории курорта Анапы вроде как. Ну, видите, красота какая. Сколько здесь у нас в парке рост цветущих, других цветов, ухоженные газоны, деревья. Они с годами будут расти, становятся все выше и выше. И в итоге здесь получится, ну, такая хорошая парковая зеленая зона. Деревям, безусловно, нужно дать время, лет пять хотя бы, подрасти. Вот, смотрите, приближаемся к детской площадке, к огромной детской площадке. Сколько, какой здесь ажиотаж, сколько здесь людей. Люди сюда приходят, вот, с ближайших жилых комплексов, с ближайших домов, чтобы провести время всеми семьями. Очень здесь располагающая такая территория к семейному отдыху. Смотрите. Здорово же, да? Вот, сближащие жилые комплексы могут вообще проходить напрямую, без промедлений. Вообще, смотрите. Кораблик, вот, буквально в центре всей этой композиции. Развлекательная, видите, такой стилизованный кораблик. Это очень по-морскому. Стильно смотрится. Покрытие мягкое. То есть, это не асфальт, не бетон. Прямо-таки, я иду, и такое ощущение, что, ну, как будто по песчаному пляжу иду. Прямо так вот, мягенько-мягенько. Очень хорошая тенденция стала в Анапе делать такие классные парки, делать такие классные современные детские площадки. Вот, кто приезжает на велосипедах, на самокатах, видите, вот здесь такая стоянка для этих двух-трехколесных средств индивидуальной мобильности. Вот, даже, видите, люди на траве, на газоне. Ну, здесь газоны прям, ну, ухоженные-ухоженные располагаются и проводят свой досуг. Здорово, классно. Прямо отлично. Вот, рядом с этой большой детской площадкой есть общественные туалеты, бесплатные. А это у нас жилой комплекс «Спектр». Вот здесь, видите, забор был демонтирован, несколько секций, и теперь жители могут спокойно, свободно проходить прямо на территории Крещенского парка. Вот так здесь классно, так здесь здорово. И сколько людей пользуются территорией, инфраструктурой этого парка. Потребность в парках в Анапе вот начала постепенно удовлетворяться. И люди давно ждали, что вот появятся в Анапе подобные парки. Здесь же у нас вот рядом микрорайон 3А, 3Б. Жилых комплексов достаточно много. И чтобы каждый раз там не идти в сторону центра города, не набираться до центра города, где все благоустроено. Видите, теперь людям упростили задачу проведения своего вечернего досуга. И не могут это делать поблизости от места своего проживания. Ну, фонтан здесь вообще очень классный. Супер. Вот молодцы. Люди, инженеры, которые вот это придумывают, да? Такое веселье. Замечательно. Вот еще посмотрите. Какое классное озеленение. Вот здесь возле амфитеатра. Видите? Такое плотное, густое, разноцветное. Вот такая классная обстановка в Крещенском парке Анапы. А теперь мы с вами пойдем, выйдем на высокий берег. Посмотрим, какой прогресс в строительстве набережной. Что там вообще происходит. И пока идем, разберем одну очень насущную и достаточно тревожащую тему. За предыдущие несколько дней я получил достаточно много вопросов в комментариях и на прямых эфирах, и в комментариях к предыдущим обзорам. Вот видите, колокольный перезвон на входной группе. Здесь, кажется, автоматизированные, что ли, колокола? Вроде как. Ну так вот, спрашивают, как там у вас в Анапе с беспилотниками долетают, не долетают. Что вообще происходит? Понятное дело, что люди беспокоятся. И это беспокойство подросло после относительно недавнего случая. Я вам сейчас прямо зачитаю этот инцидент, чтобы прямо вот точно вам передать информацию слово в слово. И потом прокомментирую и выскажу свое мнение по поводу возможных рисков, связанных с беспилотниками. В ночь на 9 мая была совершена попытка атаки гражданского объекта нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Около шести БПЛа были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар. Были поражены несколько резервуаров. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Были задействованы силы и средства согласно четвертому рангу пожара. Был развернут оперативный штаб. На место происшествия прибыл мэр Анапа Василь Швец. Также руководители профильных организаций и ведомств. По итогу жертв и пострадавших не было. Ну и что из себя представляет вообще Юровка? Это село является частью муниципального образования города Корт-Напа центром Первомайского сельского округа. Население Юровки составляет порядка 5000 человек. Расстояние от Анапы до Юровки по трассе составляет 36 километров, а по прямой 26 километров. Ну, в общем и целом, достаточно близко, да, уже, собственно, до Анапы, до курортных районов Анапы. И, наверное, некоторые люди думают, ага, вот если беспилотники уже могут так близко долетать уже до территории муниципального образования, насколько велик шанс, насколько серьезная угроза, что как-нибудь один из беспилотников вдруг может, может, сможет долететь, например, до переполненного пляжа в пик кровного сезона, да, и, ну, вообще, вероятно такое может быть, ну, какая вообще степень вероятности, что такое может произойти событие. Давайте внимательно с вами подумаем, включим логику и разберем возможные риски. Что такое беспилотники? Это относительно тихоходные летающие объекты, летательные объекты, непилотируемые, то есть автоматика, и достаточно компактные. И они в основном пытаются так вот лететь в сторону, там, нефтебаз, например, ночью, в темное время суток, чтобы не быть обнаруженными. Следовательно, если, допустим, такой же беспилотник полетит при свете дня, то шансы его обнаружить уже гораздо больше, гораздо выше. И, то есть, собственно, он никуда далеко при свете дня не улетит. А как мы с вами знаем, аншлаг на пляже бывает светлое время суток, днем, не ночью. Ночью пляжи пустые. Дальше, чтобы быть как можно менее заметным, беспилотник должен быть достаточно небольшого размера. Да, беспилотники бывают разные. Они могут быть размером с обыкновенный самолет, там, пилотируемый. Не с пассажирской, конечно, огромный. Просто с обыкновенный небольшой самолетик. Но чем крупнее беспилотник, тем больше шансов на его обнаружение. Следовательно, беспилотникам, которые хотят вот так пролететь до нефтебазы достаточно далеко, беспилотникам выгодно быть компактными, маленькими. А следовательно, они не могут в таком случае донести на себе много заряда. Мы с вами понимаем, да, разницу. То, что, допустим, если подлететь к нефтебазе, к пожароопасному объекту, в принципе, и поджечь, да, это одно, а устроить просто там взрыв, и чтобы этот взрыв привел к каким-то таким серьезным разрешениям, это другое. То есть беспилотник должен быть либо компактным, чтобы все-таки остаться незамеченным, либо чтобы в него там, например, не попали, да, либо, если он хочет нести в себе много заряда, то с увеличением размера он рискует быть значительно раньше обнаруженным. Поэтому, даже если кто-то отважится запустить такие беспилотники днем, то они, ну, много заряда на себе не несут. То есть одно дело, когда ты спичку, да, подносишь там к цистерне в канистре с бензином, не делать так ни в коем случае, и от спички, ну, конечно, все это взорвется, потому что огне опасно. Другое дело, когда ты просто заряженную спичку подносишь к человеку, ну и что, да. Поэтому, исходя вот из этих двух логических выводов, то, что беспилотники летают ночью, и беспилотники не несут на себе достаточно небольшой заряд, мы с вами можем прийти к пониманию, то, что шансы, что какой-то беспилотник прилетит на оживленный пляж, например, центральный Анапа, да, в разгар какого-нибудь летнего курортного дня, он равен, ну, считайте, нулю. Потому что это, в принципе-то, нереально, и даже если там по какой-то воле случаем долетит, то толку от него за пределами пожароопасных объектов особо-то никакого не будет, вот с точки зрения вот этих подробных действий. В общем и целом, могу сказать то, что я вот лично не беспокоюсь, то, что какой-то беспилотник прилетит прямо на курортную территорию, где будут отдыхать десятки тысяч людей. А что касается там других средств, допустим, ракет, да, то ракеты на такое расстояние, откуда их запускают, они не летают, то есть они до Анапы не долетят. Поэтому я считаю то, что причин для беспокойства нет, и я полагаю то, что все-таки курортный центр Анапы защищает, охраняет даже лучше, чем нефтебазу на территории, вот на сельской территории муниципального образования, город-курорт Анапы. Вот мы с вами дошли до будущей набережной. Здесь, видите, выставляют основу для забора. Смотрите, здесь вот будет сплошной забор. Ну и, следовательно, делаем вывод, что здесь уже будут активно проводиться работы сначала по укреплению набережной, набережной, а потом уже по, собственно, заливке, бетонированию там. Ну, я так думаю, что, что действительно, вот сколько, около двух лет выделено на все эти работы, думаю, за два года, наверное, все-таки справится. Потому что, судя по тому, что мы с вами уже видели в предыдущих обзорах, работы идут достаточно интенсивно, достаточно активно. Пока что тут в той части. Вот у нас спуск на пляж. Церковь и Победы. Половина пляжа в этом году не функционирует. Перекрыто из-за работ по благоустройству набережной. Сегодня ветра по минимуму. К вечеру побольше у нас пасмурности, облачности. И сейчас вот скоро уже время заката, но солнышко в околозакатную пасмурность ушло. И вот там дальше у нас есть место бывшего спуска 300 ступеней. Опять же, много комментариев за предыдущую неделю, даже больше, чем за неделю, я получил. Много вопросов, много просьб. Дело дошло даже до того, что вот когда в связи с предстоящими работами по укреплению высокого берега для строительства нового участка набережной, были демонтированы несколько элементов лестничных конструкций, которые вот сверху вниз вели по спуску 300 ступеней. И люди вместе вот с этим демонтажом ступеней, они лишились возможности спускаться, собственно, на море, а впереди курортный сезон. И дело дошло даже до того, что вроде как было написано коллективное письмо губернатору Краснодарского края, Генемину Кондратьеву, с просьбой разобраться. Как же так? Людей лишили спуска к морю. А этот спуск, он был построен на собранные жителями деньги, то есть это не от муниципалитета был спуск, а вот за счет усилий энтузиастов, за счет тех людей, кто собирал деньги на спуск, и в итоге, видите, людей лишили спуска. А в ближайшие два года, ну, как бы, не стоит, наверное, все-таки ждать спуска в этом месте, люди, конечно, некоторые взмутились. Как так? Ну, я лично считаю то, что сделано это было правильно, потому что действительно начнутся работы, и не стоит ходить под склонами высокого берега, если на этом участке высокого берега проходит активный берегурепительный работа. То есть может упасть огромный большой валун, там даже просто большой кусок грунта упадет, который вот так вот выравнивают и вскапывают, чтобы не было трагических случаев, чтобы не было травмирования, взяли вот это все, демонтировали. Вот здесь поднимаются ножки для чего-то не надо. И вот теперь этот спуск представляет из себя вот такое. То есть определенные навыки альпинизма нужно иметь, чтобы спускаться, подниматься. Там дальше вот он присутствует. И было отмечено то, что почему не перекрыли проход вправо, почему перекрыли просто напрочь весь этот спуск, когда можно было бы, допустим, сделать проход налево. И люди могли бы частично спускаться. Но, ребята и девчата, нужно учитывать, то, что по левую сторону от спуска тоже будет благоустраиваться новая набережная. То есть и вот этот участок тоже будет благоустраиваться. Поэтому, ну какой перекрыть направо, а налево проход оставить? Тоже это как бы невозможное условие для безопасного нахождения на пляже было бы в условиях курортного сезона. Поэтому, я считаю, было принято действительно правильное и верное решение. Были демонтированы вот эти уровни. Лестничный уровень. Ну, как видите, и то некоторые люди проходят. Но, конечно же, массовости по спуску не будет. Вот это, видите, территория здесь. Вот там, где будет через два года уже новая набережная. Она очень популярна, как люди натоптали, протоптали. Здорово. И осталось-то все немного подождать. Ну, а после того, как будет здесь построена новая набережная, здесь также, конечно же, появится новый спуск. Ну, и по поводу теперь экономических последствий. Кто, в принципе, может, собственно, больше всего как-то возражать по поводу того, что вот здесь люди лишились спуска? Ну, те люди, которые, наверное, здесь сдают рядом квартиры, и которые, в том числе и на курортные сезоны, которые говорят, что, допустим, вот здесь спуск 300 ступеней, спуск на море, спуск на пляж рядом. И это, в принципе, может увеличивать стоимость аренды жилья. А если спуска рядом нет, как бы, да, если там ближайший спуск теперь будет вот здесь в полутора километрах, считаете, спуск 40 лет побед, 40 лет побед, плюс он еще сам по себе 500 метров, получается полтора-два километра нужно будет протопать лишних, да, как говорится. Да, этот спуск никогда не был простым, спуск 300 ступеней, в плане того, чтобы спуститься, особенно подняться в условиях летней жары, но, тем не менее, так или иначе, этот спуск, он все-таки попроще, чем спуск, например, тот же самый 800 ступеней, который вообще, там даже пока спускаешься, можно устать с непривычки. Но если ты привык, другой вопрос. Но если не привык, то 800 ступеней очень сложный спуск. Этот, конечно, спуск 300 ступеней, он существенно попроще, и поэтому, ну, многих людей он устраивал, там несколько дней тренировки, и как бы уже можешь нормально по нему спускаться. Ну, плюс ко всему, допустим, были инциденты, что он сам там, некоторые фрагменты разрушались, в частности, после шторма века, в конце календарной стени прошлого года. И вот смотрите, с высокого берега, вот там, где у нас спуск 300 ступеней, вот с этого уровня мы можем видеть, как забор перегораживает пляж 40-летия Победы, вот эту его левую сторону. За этим забором сразу начинается уровень благоустройства новой набережной. Увы, там тоже, видите, проходят люди, некоторые рискуют. И вот в этом сезоне будет работать только вот та правая сторона пляжа. Ну, вы видите, да, какая разница в благоустройстве. То есть слева за забором здесь вообще ничего, никакого благоустройства, а справа. Там у нас все уже подготовлено для предстоящего курортного сезона. Вот очень удобный спуск. Он достаточно пологий, 500 метров. По жаре даже, в принципе, можно по нему подниматься, спускаться. Большинству людей это не особо сложно. Вот самый удобный спуск в этом районе пока что вот этот. Конечно, потом будем надеяться, что лифты сделают. Только через сколько лет непонятно это будет. Ну, видите, пока набережная не благоустроена, некоторые люди считают уместным вот так гонять среди, ну, большого количества пешеходов на мотоциклах. Когда здесь будет благоустройство, у меня есть, что уже такого не будет. Плюс будут установлены, я надеюсь, камеры наблюдения, которые будут вычислять быстро, таких нарушителей. Ну, еще хочется сказать несколько слов по поводу экономических последствий, вот, связанных с тем, что беспилотники недавно долетели до Юровки. Да, пожалуй, там, скорее всего, дома пока что дорожать не будут, а, скорее всего, будут дешеветь, потому что, ну, действительно, люди, которые планировали купить дома в том районе, в районе Юровки, они, конечно же, сейчас задумываются еще несколько раз, да, при чем это делать. Хотя, если у тебя там просто дом в Юровке, а не цистерна нефтебаза, то чего тебе опасаться. Кстати, рядом с Юровкой находится в 7 километрах от Юровки Джигинка. И вот в этих сельских населенных пунктах, я думаю, то, что спрос на дома, конечно же, упадет. Ну, психология людей такова, то, что, да, если здесь уже какой-то, какой-то опасный инцидент произошел, допустим, в Юровке, да, и в окрестностях, то люди думают, что, безусловно, он может повториться, да, то есть они оценивают варианты. И, ну, я думаю, то, что после этого инцидента защиту улучшили, все же. Ну, психология есть психология. И еще одна проблема, которая уже появилась в Анапе сейчас, на территории центрального пляжа, это тина, это водоросли. Ну, с тем учетом, то, что в Анапу ежегодно переезжают порядка 10 тысяч человек, а очистные сооружения пока что в Анапе прежние, ну, частично тина у нас в избыточном количестве образуется из-за результатов работы очистных сооружений. Сливы глубоководные, кстати, вот в этом районе они находятся. Они, конечно же, очищенные, биологически дезактивированные, но они не дезактивированные, да? Там они содержат какие-то минеральные там вещества, и эти минеральные вещества служат своеобразной подкормкой, своеобразной пищей для тины. Да, и в принципе-то тина представляет из себя один из механизмов самоочистки моря. То есть, если в море какие-то вещества, которые в норме, не должны в нем находиться, то море устраняет такие загрязнения путем активного роста тины. И вот то, что уже сейчас тина, то, что уже сейчас водоросли появится на территории центрального пляжа, некоторые говорят, что вот, нужно срочно что-то предпринимать. Но самый простой вариант это, конечно же, появление в Анапе современных средств уборки тины, специальных так называемых комбайнов, которые есть на некоторых курортах некоторых стран. И, в принципе, я думаю, вполне можно было бы реально достать и для Анапы один-два таких комбайна. Может быть, случайно, внезапно эти комбайны появятся, но пока что никаких новостей в этом плане нет. Традиционная уборка тины за счет тракторов с такими, с нехитрыми, с не особо хитрыми приспособлениями за счет граблей и вилл, но она, что была 40 лет назад, в принципе, на таком же уровне осталась эта уборка. Она эффективная, да, можно вывести достаточно много тины, но до конца вычистить, будто в мелководье, допустим, не удается за счет имеющейся техники. И будем надеяться, что все-таки тина, она будет давать возможность людям все-таки позаплывать в море, не будет давлеть над курортным сезоном и будем надеяться, что каждый день большинство из нас смогут находить чистый заход в море на территории большинства песчаных пляжей Анапы. Вот, друзья, такие у нас Анапы новости. Погода по прогнозу будет в ближайшие несколько дней хорошая, будет достаточно прогреваться вода в море, я надеюсь, достаточно хорошими темпами. Сейчас она плюс 16, плюс 17 водичка в море, но будем надеяться, что к началу июня хотя бы до плюс 18, а может быть даже до плюс 19 водичка в море у нас прогреется. И будем надеяться, то, что лето будет жарким с самого начала июня, май у нас по погоде, конечно же, вот пока что вот начало мая, середина мая, пока что не благоприятствовали пляжному отдыху загорательному, будем надеяться, то, что конец мая и вот, собственно, начало июня все, они будут уже жаркими, курортными и пляжными. Ребята и девчата, ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули на сегодняшнем обзоре, подписывайтесь также на наш телеграм-канал, где мы вместе с Натальей публикуем красивые фотографии цветущих роз, закатов и многого чего другого, что у нас есть в Анапе красивого, Черноморского побережья. также мы туда публикуем короткие обзоры, короткие видео и также мы туда публикуем в телеграм-канал новости. О большинстве новостей, которые вы узнаете вот из этого обзора, который сейчас смотрите, вы сможете узнавать раньше, подписавшись на наш телеграм-канал. Ссылка на наш телеграм-канал есть в описании к этому видео. Телеграм-канал называется также Анапчане. В поиске в телеграме можно найти его по ключевому слову Анапчане. Так что подписывайтесь, чтобы узнать обо всех событиях, встречающихся на курорте Анапа, там, Джемте, Видизе, Восоково, Трише, Воруми. Самые интересные события, самые познавательные, самые увлекательные как раз таки в нашем телеграм-канале мы их все освещаем. Желаю всем добра, желаю всем мира, все, пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok